С вами канал «Учебник вслух». История древнего мира. Пятый класс. Тема урока «Мекены и Троя». В крепкостенных Мекенах. Самый могущественный из древнейших греческих городов Мекены был расположен в Южной Греции на скалистом холме. Вход в крепость, сложенную из огромных каменных глыб, проходил через львиные ворота. От ворот сохранился входной проем. Он сложен из двух поставленных вертикально камней и положенной сверху горизонтальной плиты. Над ней строители вставили треугольник из известняка, в котором высечены два льва. Головы зверей не сохранились. Львы стояли на задних лапах, а передними опирались на основание колонны. Будто грозные сторожа смотрели они на всех входящих в крепость. Внутри крепости находился царский дворец. Рядом с ним дома родственников и приближенных Мекенского царя. Поблизости от львиных ворот археологи раскопали царские могилы. По золотым маскам, лежавшим на лицах погребенных, можно представить облик мекенских владык. У них были суровые лица с бородкой и усами. При раскопках царских дворцов в древнейших греческих городах найдены сотни глиняных табличек с надписями. Эти надписи прочитаны. Они содержат списки женщин-рабынь, грибцов на кораблях, ремесленников, работавших на царя. Во многих надписях речь идет о сборах на войну. Мекенские цари, жадные до чужих богатств, предпринимали далекие грабительские походы. Троянская война. Вслед за Критом греки стали заселять другие острова Игейского моря. Они стремились укрепиться и на его восточных берегах, на полуострове Малая Азия. Противником греков здесь было Троянское царство. Около 1200 года до н.э. против него выступила, согласно преданию, объединенное войско греческих городов. Осада столицы царства Трои закончилась ее падением. Греки разграбили и сожгли Трою. Остатки сожженного города много веков спустя были обнаружены археологами. Грекам не удалось воспользоваться победой. С севера в Грецию вторглись воинственные племена, которые опустошили юг страны, разрушили Мекены и другие города. Население пряталось в горах, переселялось на острова Игейского моря и в Малую Азию. Произошел упадок хозяйства, была забыта письменность. Среди пришельцев были и греческие племена дарийцев, родственные тем, что жили в Греции до их вторжения. Они поселились на опустевших землях. Миф о начале Троянской войны. Из поколения в поколение греки передавали мифы о своих богах, древних героях и войне с троянцами. Однажды боги устроили роскошный пир. На него не позвали богиню ссор и раздоров. Однако она явилась незваной и незаметно бросила среди пирующих золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Заспорили из-за яблока три богини. Одна была Гера, старшая из богинь. Греки изображали ее красивой и величавой женщиной. Другая – воительница Афина. Несмотря на грозный вид, она была также привлекательна. Третья – Афродита, вечно юная богиня красоты и любви. Каждая из богинь считала, что яблоко предназначено ей. Они обратились к богу грома и молнии Зевсу, прося рассудить их. Но Зевс, хотя и был верховным богом, не пожелал вмешиваться в ссору, потому что Гера была его женой, а Афина и Афродита – дочерьми. Он повелел им обратиться к троянскому царевичу Парису, чтобы тот разрешил спор о золотом яблоке. Три богини перелетели через Эгейское море и предстали перед Парисом. «Присуди яблоко мне», – сказала Гера, – «и я сделаю тебя властителем всей Азии». «Если ты присудишь яблоко мне», – вмешалась Афина, – «я помогу тебе совершить великие подвиги и прославиться». Афродита сказала, – «отдай яблоко мне, и я найду тебе в жены самую красивую женщину в мире». Парис присудил яблоко Афродите. С тех пор она стала во всем помогать ему, а Гера и Афина возненавидели Париса и всех троянцев. Прекраснейшей из женщин считалась Елена. Она жила в греческом городе Спарте и была женой правившего там царя Менелая. К нему будто бы в гости и приехал Парис. Его приняли ласково и радушно, но когда царь уехал на несколько дней по делам, Афродита внушила Елене любовь к Парису. Забыла она мужа, согласилась бежать в Трою. Вернувшись домой, Менелай пришел в ярость и стал звать на войну против Трои всех царей Греции. Они дали согласие участвовать в походе. На сотнях кораблей переправились греки через море и высадились недалеко от Трои. Вытащив корабли на берег, они разбили лагерь, защитив его стеной. На равнине между лагерем и Троей начались бои. Долгие годы греки безуспешно осаждали Трою.